Музыка Компания Агротехник является премиум партнером по поставкам техники грима в России. Перед нами мы сейчас увидим копку комбайном СЕ-150-60. Машина уже лет 20 на российском рынке, очень себя хорошо зарекомендовала. Но хочу добавить, что машины гримы, они абсолютно модульные, комбайнов ряд достаточно большой. Выходят новые машины, машины выходят с объемом бункера по 8-9 тонн с различными системами сепарации. Система как на этом УБ, так же и на ЭВА УБ есть системы сепарации. РС это для сырых тяжелых условий, есть для более капковатых почв мультизы, можно комбайны оборудовать системами. Ну и в принципе комбайн потихонечку этот будет уже меняться на более перспективные модели. По требованию рынка это будет ЭВА-280, ЭВА-290. И вот Николай Николаевич работает уже не первый год, он и начинал с техникой грима. Мы сегодня еще помимо того, как увидим работу комбайна, проедем на складскую линию. Там вы увидите приемные бункера, загрузчики, будете посмотреть, как Николай Николаевич отгружает технику. Ну сейчас предлагаю что? Наверное попросить механизатора, чтобы он посмотрел по сепарации что? Могу сказать. Первый просевающий транспортер, второй просевающий транспортер, транспортер крупной ботвы. Если видите, вот лопаточки, в принципе все комбайны, компании гримы позволяют производить копку без удаления ботвы. Это можно делать, и это, наверное, тоже имеет место быть, особенно когда мы говорим о копке раннего картофеля, когда, допустим, ограничения есть по реализации, поэтому не обязательно убирать ботву. Так что, давайте сейчас посмотрим. Вот, смотрите, попадает первый просеивающий транспортер, переход на второй просеивающий транспортер, отделитель крупной ботвы. Зовут меня Константин Верещагин, компания Ропа Кубань. Мы представляем технику немецкой компании Ропа практически на всей территории России. Но мы, в частности, это территория Ростовской области, Краснодарский край, Ставропольский край. Перед вами двухрядный картофелеборочный комбайн Ропа Кайлер 2, Кайлер переводится как Кабан, назвали так его, с объемом бункера 7,5 тонн. В чем преимущество данной машины? Она полностью на гидравлическом приводе. То есть здесь нет никаких механических регулировок. Комбайн сам работает, все управление производится с терминала трактора, информативный монитор простейший. Машина работает без проблем. Все они друг от друга внешне практически ничем не отличаются, но все откроется в мелочах. Немножко времени расскажу поподробнее, но недолго. Глубина подкопа, давление на гребень, определение центра гребня производится автоматически, путем гидравлического механизма. Здесь вы можете видеть центральную систему смазки, смажется дышло и задняя ось. То есть минимум материалов расходных, здесь нет цепей, здесь нет приводных ремней. То есть механизатору комфортно работать и очень производительно. Все, что касается механика, это сложно. 67 литров. Это серьезный аргумент, это маленький расход. Кстати, независимо от объема работы ВОМа, все отдельные механизмы работают без проблем. Их можно регулировать каждый отдельно из кабины трактора, не выходя. Абсолютно, абсолютно верно. Значит, дальше пойдем. Приемный транспортер первый. Вы можете видеть, он очень пологий, очень выверенный угол. Для чего это все сделано? По углам я еще расскажу сейчас. Это все выверено для того, чтобы мы получили на выходе качественный продукт. То есть менее травмируемый. То есть это его и лёжкость, и цена реализации соответствующая. Хороший, качественный продукт. Внутри транспортера все сталкивались с проблемой формирования внутри транспортера первого. Таких земляных шаров. Такие шарики формируются. Это тяжелые условия все-таки работы. У нас стоит опционально, стоит планка-камкодробитель. Мы без потери времени, без выхода и остановки трактора, без выхода механизатора работаем без проблем. Все это дело предотвращается. Плюс к тому, дальше на валу стоят такие резиновые, можно посмотреть поближе, резиновые пластины, которые еще и каждый прутик очищают от земли. Они отбивают землю, и первый транспортер работает, все-таки нагрузка на него самая высокая. Работает без проблем. Такой же камнедробитель стоит на втором транспортере. Также мы предотвращаем его забивание. А транспортер отделения ботвы. То есть тоже серьезный механизм. Здесь у нас он стоит с семью рядами лопаток. Тоже каждый регулируется отдельно из кабины, в зависимости от работы, условий работы. Чтобы качественно отделить ботву от картофеля, который висит еще на столонах и еще не отпал, мы можем регулировать скорость движения двух транспортеров разную, в процентном соотношении до 10. То есть для качественной уборки. Почему я вначале сказал о геометрии, плавности, выверенных углах. Дальше идут тройные отводящие вальцы, которые направляют поток картофеля с землей дальше по последующим транспортерам. Они практически, тройные вальцы, они практически под 90 градусов. То есть если вы обратите внимание, если кто знает, на всех других комбайнах в мире углы острые. Что это значит? Это значит, что картофель с землей, этот весь вал, он немножко травмируется. Это опять же сказывается на выходе, конечно, продукта. То здесь очень нежный подход. И здесь самое большое количество транспортеров, здесь 4 ежных транспортера. У всех компаний максимум 3. То есть это также на качество уборки, на очищение, на процесс сепарации и так далее. Для улучшения качества продукта на выходе. Каждый узел, я повторюсь, регулируется отдельно из кабины трактора. И вальцы, а не электрический привод, вальцы. Все остальное это гидравлика. Дальше за 4 ежными транспортерами вращающая пальчиковая гребенка. Она тоже регулируется отдельно. За счет 4 камер мы видим каждый узел. Везде, где картофель проходит, мы смотрим, как это идет. Есть ли земля, есть ли там примеси. Кстати говоря, персоналу очень удобно работать. У нас платформа, кстати, новейшая. Здесь раздвигается платформа до 30 сантиметров еще длиннее. То есть людям, если они присутствуют на столе инспекционном, то есть очень комфортно работать. Объем бункера, я сказал, 7,5 тонн. Вы видите, что написано на нем «Сильвер». Это нержавеющие стенки. То есть это меньше налипает влажная земля. Легче выгрузить донному транспортеру. Это все. Ну и, естественно, долговечность машин. Бункер имеет еще у нас функцию излома. То есть нам практически не нужна дополнительная опция. Это стоп-шок, такой кожух, который нежно направляет картофель в машину. Мы путем излома бункера можем выгрузить до полутонны картофеля. Сразу же нежно мы опускаем вниз к машине. Тем самым разгружаем донный транспортер. Но это сказывается на долговечности машины, ее техническому состоянию. Каждый узел, это, наверное, все клиенты наши оценили. Доступность к каждому узлу для сервисного обслуживания. То есть здесь стоят такие подкрылочки. Их можно всегда открыть и добраться до любого механизма абсолютно. То есть это все для удобства сервисного обслуживания и механизатора. Поехали в работу. Но за него можно долго рассказывать. Да, машина очень хорошая. Это не как вначале наш первый спикер сказал. Не как Галла. Галлу знают все. Но очень многие тоже знают. На территории Южного федерального округа мы, наверное, работаем уже с подавляющим большинством клиентов. Они все знают работу комбайна. И сарафанное радио лучшая реклама. Можно всегда обратиться и послушать отзывы не только от нас, а от самих аграриев, которые работают непосредственно. Очень хороший отзыв от механизатора. Который словами механизатора скажу. Я раньше работал, мне он пересел на дымопоказ. Сначала показался какой-то большой, неудобный. Но я через два дня даже пересаживаться не хочу. Я работаю и кайфую. Мне не надо выходить, терять время, что-то крутить. Комбайн делает все сам. Компания РОПА. Это наличие двух дочерних компаний на территории России. Это стопроцентные немецкие дочки, которые товар везут сейчас практически сами себе. То есть наличие запасных частей, техники, это практически всегда в наличии. РОПА РУСЬ – это город Чеплыгин. РОПА Казань. РОПА Поволжье – это Казань. И РОПА Кубань – это Павловско-Краснодарский край. РОПА Казань.